У 63-го региона большой инвестиционный потенциал. По некоторым критериям федерального рейтинга он занимает лидирующие позиции. Но есть и проблемные ниши. В общем зачете нужно стремиться к лучшему результату, отметили участники совещания в областном правительстве. Я прошу всех приложить усилия, которые необходимы для того, чтобы мы поднялись на те позиции, которые от нас ждут. Губернатор нам стоял задачу войти в десятку лучших регионов. Вот к этому мы и сами должны стремиться. Привлечение инвесторов в Самарский регион – это стратегическая задача для его развития. Уже реализуются проекты по развитию отрасли тяжелого машиностроения, производства двигателей для автомобилей. Идет работа над поиском инвесторов для строительства крупного животноводческого комплекса и цеха по производству растительного масла. Развитие инвестиционных проектов дает региону возможность получать доход в городской и областной бюджеты. Появляются новые технологии и рабочие места. Со стороны властей инвесторам гарантируют льготы по земельному и имущественному налогам. Упрощение бюрократических процедур. Мы активно занимаемся строительством дорог при поддержке губернатора. Видите, какое ширкомасштабное строительство развернуто в городе. Нас особо радует то, что в промышленной зоне строятся дороги. Это заводское шоссе. Южный мост ремонтируется с путепроводом. Это позволит ту зону сделать более привлекательной для потенциальных инвесторов, желающих организовать то или иное производство. Уже сейчас в Самаре реализуется семь инвестиционных проектов и еще десять находятся в разработке. В ближайших планах строительство снегоплавильной станции и модернизация муниципальных турбаз. В разработке реконструкция знаковых для Самары зданий, строительство гостиниц и культурных мест отдыха, организация видеонаблюдений на мостах, установка газовых заправок и пунктов весового контроля на въездах в город. Значительное улучшение инвестиционного климата прогнозируется после чемпионата мира по футболу.